Всем салют, с вами Пас Будущее и сегодня мы побываем в самой крупной футбольной школе страны Дюшор Минск Где и главное как готовят будущих звездочек белфутбола в этом выпуске Мы рады вас приветствовать в Минске Минск одна из самых больших футбольных школ в Беларуси Качественные кадры здесь готовят вот уже 7-10 лет За яркой историей из Дюшор стоят талантливые тренеры, игроки Многие из них были и есть на ведущих ролях в белфутболе Король подката Заремба, Веремко, Милевский, Филипенко, Скавыш, Нихайчик, Бага, Сиваков, Рендюк, Бахар Список можно продолжать долго Топовые условия, качественная программа подготовки Тут куча преимуществ Смелые ориентиры Только максимальные цели, только первые места И ставка высшей лиги на своих воспитанников Не секрет, что команда ФК Минск, это практически все воспитанники Отправляемся в Минск, реалии футбольной школы в новом выпуске «Пас в будущее» Пас! Проходят у нас группы ОФП в начале первого года обучения Два раза в неделю, у них это не очень процесс Проходят на платной основе Первый год, и потом это формируется группа ГНП первого года обучения Там уже формируются бесплатные и платные группы Более сильные ребята по критериям отборов переходят в бесплатные группы Но остальных мы детей не теряем, стараемся сохранить Чтобы они дальше развивались, потому что не знаем, кто из них станет футболистом На данном этапе На паркете мини-мессия, белорусский холл Ваня и в игровой форме Рагентины Под седьмым номером Ян в кипе Мадридского Реала Нетрудно догадаться, за кого топят юные горожане Ну или их родители, или старшие братья Вот это старая риосланная форма А вот эти бутсы, они новые Мне их папа купил Чтобы стать Роналду или Холландом в будущем Сегодня малышам нужно много работать над собой В помощь двухразовой тренировке в зале, на поле По современной методике Тренировочный процесс складывается на Самое правильное введение мяча Ловкости ребят с работой с мячом Понятно, что 50% занятий должно быть игрового плана Чтобы детям было интересно Больше подвижных игр использовалось Чтобы меньше монотонных упражнений было Для развития детей самое важное Это интерес и привитие любой футбол Парни гладят мяч и видно, как кайфуют от игры Однако не все из малышей в будущем планируют связать свою жизнь с футболом Зато честно Я хочу стать полицейским Я хочу стать космонавтом А футболом я не буду заниматься тогда Только космонавтом Переносимся на комплекс футбольных полей Здесь каждый отрезок пропитан футбольным вайбом Тренируется сразу несколько групп постарше Эти парни уже в диком порядке В активе ни один трофей Завоеванный как на республиканской, так и международной арене Одного обыграли и все Играем друг за друга Раз, два, три Футбол! И! Давай, парни, давай, давай! Мы ездили в Москву, в Питер, по всей Беларуси ездим И самая важная победа для меня была Мы играли первенство города в Манеже зимой И там мы играли с Динамо Был счет, ничья И там мы играли, играли И на последних секундах мы забили И мы выиграли первое место Вот когда мы выигрываем У нас у одного папы есть барабан Мы выигрываем И мы подходим к родителям, хлопаем И они еще кричат ФК Минск, и мы хлопаем Только Минск, и только победа! Их поддержка нас заряжает Добиваться больших побед У руля этой команды Вот уже несколько лет стоит Иван Гамолко Сам тренер когда-то тоже гонял футболки Минска И выступал под знаменем белокрылых В юношеских и молодежных сборных Все оборвалось внезапно и затравленно Моя задача заключается в том, чтобы в первую очередь Обучить детей играть в футбол То есть, да, понятно, я играл там Достаточно на неплохом уровне Но, наверное, моя такая основная задача личная Чтобы дети стали лучше, чем свой тренер Это, наверное, первоочередно То есть моя задача их обучить, научить Подсказать, рассказать А там, дай бог, чтобы у них все получилось Через год-два занятия Некоторые мальчишки, как правило, уже выделяются На фоне остальных Является ли это ключевым в их футбольном будущем И что происходит с ребятами, которые остаются в тени Ну, смотрите, в каждой группе есть лидеры В каждой группе есть дети, которые проявляют лидерские качества В каждой команде есть ярко выраженные лидеры Кто-то по характеру, кто-то по темпераменту Кто-то по каким-то игровым футбольным качествам Но в основном эта группа усредненная То есть здесь все дети плюс-минус одного уровня Нету очень, скажем так, детей, которые не тянут на эту группу И нету таких детей, которые яркие лидеры То есть они все плюс-минус на одном уровне Но, конечно, есть лидеры, которые тянут за собой, грубо говоря, подсказывают Помогают остальным детям И благодаря им они становятся лучше Знаете, кому-то просто от природы больше дано А кто-то тянется за ними И спустя год-два-три тренировок ничем не хуже Осенний полумрак постепенно накрывает город Но на полях жизнь продолжает кипеть Параллельно только на другом конце Минска, Маяковке В игру вступают девчата Глядя на этих хрупких красоток Под проливным дождем думаешь Но точно отчаянные Но тренер уверяет У этих леди характер сталь Как они попали в игру номер один Ну, это началось с пятого класса С физкультуры Там у нас был друг один Ну, он тоже занимался футболом И он нас это во всему привел Мы вот во двор ходили, играли все время Там на поле выходили Я с детства хотела заниматься футболом И уже в пять лет я хотела во двор играть с мальчиками в футбол Но потом мы нашли Татьяну Юрьевну И это сразу был намек на лучшего тренера Когда-то и Татьяна Карпова попала в футбол случайно И только со временем поняла Это по любви К слову, глаза на футбольном поле у нее горят до сих пор Спустя столько лет Этот огонь вот уже 10 лет она передает своим воспитанницам И они это чувствуют Я пришла в футбол, мне было 13 лет Нашел у меня тренер детской команды Мечанка Он собирал девчонок со всего города Ну, примерно 12-13 лет всем было Позанималась года 4 И первым профессиональным клубом это был Надежда Могилев Аминь, давай Здесь тоже дополнительный балл за прием с разворотом Давай Все девочки, которые были здесь Они 90% из классов, в которые я заходила сама И давала рекламу, давала приглашения И потом они приходили Это первые и вторые классы То есть они уже некоторые занимаются 7 лет, 5 лет А некоторые приходили из других клубов На женском отделении Минска четко выстроена вертикаль Лицензия, дублирующий состав и основная команда горожанок Как происходит переход в основу Минска узнали из первых уст Во все возраста попадают наши девчонки В У-15 и В-18 Это от 5 до 7 человек Также, ну, многих забирают в основную команду Вот в этом году уже играют Добавились, можно так сказать, Аня Годинская Куприянчик Маша, Лера Вержбицкая И также, я думаю, в следующем году присоединятся туда и Якименко Полина, Михеенко Антонина Те, которые на перспективу И те, которые, я думаю, крепят нашу команду Причем многие девчата, которые одной ногой в основе Минска Параллельно покоряют девичьи национальные сборные Это еще одна возможность проявить себя Чтобы обратить внимание главного коуча Минска Иногда приходит тренер на наши высшие лиги, на наши игры Просматривает игроков Либо плюс есть у нас видеозаписи тоже игры Иногда рекомендуем И девчонки, многие вызываются в высшую лигу Ну, высшую команду нашу И там их просматривают уже на тренировках Женский футбол в Минске – приоритетное направление клуба И особый повод для гордости Горожанки – одни из самых титулованных в стране по количеству трофеев К слову, последний суперкубок Беларуси девчата подняли в этом сезоне Ну, естественно, футбольный клуб «Минск» Улица женской команды Ежегодно ставят перед собой цели выигрывать на внутренней арене все И достойно выступать, будем так говорить, в европейских кубках Что касается внутреннего чемпионата В этом году был завоеван суперкубок Предстоит битва за первое место в чемпионате Поэтому только максимальные цели, только первые места Девчата на это настроены, они это знают с первого дня подготовки И мы постепенно движемся к намеченному результату Школа снабжает своими воспитанницами не только топовые клубы белфутбола и национальные сборные Многие девчата пробивают окно в Европу, некоторые весьма успешно Ну, ни для кого не секрет, допустим, что за прошедший год нас покинуло 13 игроков Уехали в разные чемпионаты Венгрия, Турция, Россия Мы рады, что девчата находят себе хорошие клубы после футбольного клуба «Минск» Тяжеловато каждый год собирать новую команду Но в то же время мы гордимся и мы видим, что мы правильно футболиста готовим, если они востребованы К слову, для Андрея Юрьевича Минск больше, чем школа, а тренерство уже дело семейное Династия пышников в спортивных кругах очень известная Отец Андрея Юрьевича – легенда белорусского тренерского цеха А мать в белорусском баскетболе – наше все И если женская команда Минска в шоколаде стабильно борется за чемпионство, то у мужской не все так гладко Если копнуть в прошлое, изначально, когда создавалась команда для выступления в чемпионате Белоруссии Предполагалось, что в ней будут играть выпускники из Дюшор, шлифуя свое мастерство Начав путь со второй лиги, горожане добрались до высшей, завоевали кубок Белоруссии и выступали в Лиге Европы Потом что-то в этой схеме сломалось Было принято решение сменить курс Отказ от легионеров, доверять своим Сейчас команда постепенно возвращается к тому, с чего начинала Не секрет, что команда ФК Минск – это практически все воспитанники И плюс ко всему они пришли сейчас практически с лицензией То есть первенство дублеров, они некоторые минули, не пройдя, сразу попали в состав И это какой-то минус Благодаря тому, что надо было немножко еще адаптироваться, наверное, в дубле Но, к сожалению, реалии такие, что ребята играют сейчас, на данный момент Выталкиваем игроков! Все зависит от действующего контракта Если у ребят там на два года, то варианты такие есть, что они могут уехать Опять же, если на них есть спрос, все прекрасно понимают, что одна из задач – это выращивание футболистов И для национальной сборной, молодежной, юношеских сборных – это первая задача Вторая – это, естественно, если они куда-то уезжают Все это им будет, конечно, в плюс Никто их задерживать не будет Есть определенные условия, что если футболист уже созрел, мы его будем отпускать Пару цифр и статистики В прошлом сезоне 19 из 22 футболистов были своими – минскими Да и в этом ситуация практически не изменилась Парни, несмотря на юный возраст, уже кошмарят топов в белл-футбол И добирают очки у команд из первой тройки Футбол я начал играть где-то в возрасте 4 лет Родители отвели меня в футбольную секцию, просто чтобы подвигался зимой В итоге трейлер меня заметил, что это какой-то подвижный И отправил в Канинск 6 лет я где-то попал в эту школу, ну и все, вот так вот и остался Мне кажется, самая главная сложность – то, что тут намного скорости быстрее И борьба другая, поэтому привык То, что на лицензии там всех обыгрывал, забивал там по 2-3 голы Здесь уже намного сложнее, ну вот потихоньку привык К слову, на торпедо еще одной клубной поляне горожане готовятся к следующему вызову На предыгровой классная атмосфера, замечаем, что помимо нас на бровке еще папарацци Маленькие фанаты с рюкзаками на плечах пробрались через ограду, чтобы поближе увидеть своих кумиров У нас закончились только что уроки, мы пришли с другом посмотреть на тренировку в ФК Минском Мы топим на ФК Минском Школьники вооружились камерой и несколько раз пробовали совершить прорыв на поле Впрочем, безрезультатно И все ради селфи с Гутером Я фанат футбола и хочу сделать фотку с вратарем Что я сам вратарь Я хочу фоткаться с Гутером Ближе к концовке в паузе попытка все-таки увенчалась успехом Пацаненок прорвался к воротам и заветная фотка в кармане Маленькие болельщики счастливы, парни продолжают усердно работать Я хочу, чтобы победил ФК Минск в игре В последние годы в Минске появилось множество футбольных школ Как родителям определиться с тем, куда лучше отдать ребенка У директора «Дюшор» Андрея Филипповича есть не один веский аргумент Как отделить зерна от плейвел Во-первых, у нас самая большая инфраструктура в стране У нас только вот здесь на победителей 12 полей, одно из которых искусственное У нас есть поля на торпедо, у нас есть поля на улице Маяковского И у нас есть еще стадион-трактор, который вот сейчас реконструировали И там появятся еще две площадочки для деток У нас свой медкабинет, да, там в принципе тоже очень квалифицированные люди работают Причем он у нас и здесь, и на Маяковского, да Здесь достаточное количество раздевалок Здесь есть свой спортивный зал Здесь для восстановления есть сауны Ну, тут куча преимуществ В отличие от коммерческих школ, Минск предоставляет возможность талантливым ребятам заниматься бесплатно Если наставник видит, что воспитанник обладает определенными задатками Материальный вопрос он берет на себя Не сложно попасть на безвозмездное обучение и из платных групп Нужно только проявить себя Для детско-юношеской школы в принципе у нас тоже все есть Инвентарь, экипировка для команд, да, мы одеваем своих деток Финансирование идет с разных источников Конечно, большая часть бюджетное финансирование Но также различные организации, которые оказывают спонсорскую помощь нашему клубу для развития футбола Также вкладывают сюда деньги, часть из которых мы тратим на детско-юношеский футбол, да, в принципе на детско-юношескую школу В первенстве Минска у горожан участвуют десятки команд, причем по некоторым возрастам выставляют сразу несколько И воспитанники регулярно завоевывают медали В чем секрет такого успеха? Школьная школа Минск ведет свое начало с 1954 года, да, то есть это уже какое-то сложившееся имя Во взгляде там исторических этих всех событий, они сюда изначально ведут своих деток То есть мы можем себе позволить отбирать А соответственно, когда ты отбираешь из большого количества, да, ты можешь выбрать лучших, конечно Вот уже на этом этапе у нас есть небольшое преимущество Плюс, конечно же, тренеры, да, то есть квалифицированный специалист Он всегда в почете и, ну, к нему тянутся Сегодня ФК Минск – это около тысячи воспитанников Десятки тренеров и множество призовых мест практически во всех возрастах и во всех республиканских турнирах И только Олды вспомнят, с чего все начиналось И вот уже 70 лет школа продолжает объединять таланты под знаменем Минска И планирует это делать и дальше Андрей Викторович, благодарим вас за гостеприимство И по традиции отправляем мяч в следующую школу Будем рады вас видеть снова С вами была Виктория Седина и ПАС «Будущее из Минска» Увидимся через две недели на YouTube-канале АБФ С вас палец вверх и колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски нашего проекта До встречи!